Спасибо большое еще раз за предоставленную возможность сегодня здесь рассказать вам. Я поставила в скобках вот эти слова «Амбрелла». На сегодняшний день я буду говорить о тактике, принятой в нашей стране, и то, что используют многие годы детские онкологические отделения. И буду немножко пытаться говорить о перспективах, потому что на основе того опыта, который был накоплен исследователями протокола СИО по всей Европе, в 2016 году, может быть, успеет выйти новый протокол СИО. Пока вот так называемая «Амбрелла» – это распространенная пока для специалистов драфт вообще будущего протокола для обсуждения с теми результатами, которые были уже достигнуты в предшествующих 1993-го, на самом деле, и 2001-го года. Но вот этот «Амбрелла», этот протокол, он протоколом как таковым не является, потому что там нет протокольных вопросов. Любое исследование, оно всегда имеет какой-то протокольный вопрос. Просто рандомизацию двух схем или двух подходов, доз и так далее. Здесь это пока четкие рекомендации даны на предмет, вот как обращаться с опухолью Вилмса. Значит, вот в этом протоколе будут вот такие вот разделы. То есть там будет охвачено все. То есть как лечить локализованные опухоли Вилмса, как подходить к четвертой стадии заболевания, как с пятой стадии быть, билатеральные опухоли, нефробластоматоз отдельно. С рецидивами самая больная тема, потому что очень много разбросанных сведений, завтра я вам буду об этом рассказывать. Раздел «Как поступать со взрослыми с детским диагнозом», потому что взрослые хуже переносят ту химиотерапию, которая предложена для детей, даже если она не очень интенсивная, так скажем. Как быть с мезобластической нефромой и с опухолями других, то есть с опухолями почек, не опухоли Вилмса. Я очень надеюсь, что этот протокол все-таки будет, и он будет в доступе для практического использования. Пока это вот на уровне рекомендаций, который может, если захочет, использовать каждое онкологическое отделение. Значит, сначала возраст. Я уже сказала о том, что дети до 6 месяцев, то есть до 7, то есть им исполнилось 6, до вот 6 месяцев. Это всегда первичная операция, потому что в этом возрасте все-таки чаще будет мезобластическая нефрома, которая не требует дальнейшим никакой химии, лучевой агрессии. Но это нужно обсуждать, потому что иногда это опухоли, очень большие, и мультидисциплинарная команда в составе, разумеется, всех участников, которые ставят диагноз. Вы сейчас прослушали замечательную лекцию о том, как ставится диагноз. И здесь идет речь о том, риск хирургического разрыва, то есть насколько, как заинтересованы сосуды, как эту опухоль легко или сложно будет выделить. Но подход – первичная операция. Равно как с детьми старше 16 лет, когда уже опухоль Вилмса уступает свое первенство. Там уже может быть почечный клетчатый рак, и не надо тратить время на предоперационную химию, а тоже ребенка оперировать, потому что для почечного клетчатого рака лечение, которое предлагается для опухоли Вилмса, оно не нужно. Значит, еще раз повторяю, что для… Если у вас есть даже с вопросом ответ рентгенолога, что это опухоль почки, но чаще всего все-таки этого вопроса нет, описывают опухоль почки, достаточно типичную картину, вы уверены, что это не нейробластома, вы исследовали к этой холамины мочи, то можно начинать предоперационную химиотерапию. В случае сомнений, если рентгенолог настаивает и пишет с вопросом, и все-таки о какой опухоли идет речь, вот в этих случаях нужно делать аспирационную биопсию и к цитологу с поклоном, чтобы он смотрел и сказал, о чем идет речь. Но опять же, можно не попасть. Мы иногда имеем хистозные опухоли, когда мы не можем получить диагностического материала, но в сомнительных случаях это нужно делать под контролем УЗИ чаще всего, ну или КТ иногда, когда нам ставят, что называется, пунктик, где лучше всего это сделать, в каком месте опухоли. То есть роль аспирационной биопсии все-таки еще присутствует. Значит, и так опять, вот это стандарт, то, что на сегодняшний день было и есть, и многие именно так, и все, что касается изменений, это касается послеоперационного лечения. Предоперационное лечение, оно и в новых рекомендациях остается таким же. То есть для локализованных стадий, когда мы имеем первую, третью стадию по данным визуализации, то, значит, ребенок должен получить четырехнедельный курс, состоящий из двух препаратов, актиномицинодем и винкристина. Операция делается на пятой неделе. Если вдруг происходит задержка по каким-то причинам, техническим, идеологическим, празднике и так далее, и ребенка не получается прооперировать на пятой неделе, значит, он должен получить дополнительный винкристин, то есть ребенок при наличии опухоли должен постоянно лечиться. То есть он получает винкристин один без актиномицина, потому что после актиномицина может быть цитопеней, и тогда уже анестезиологи не возьмут его на плановую операцию, поэтому иногда это может затянуться на пять недель. Но это в каких-то исключительных случаях. Далее, значит, после нефректомии, которую вам сейчас подробно будет рассказывать Вячеслав Борисович со всеми правилами, как ее надо сделать, дальше главная роль патолога, который определит нам стадию заболевания и скажет, по какой ветке этого протокола надо лечить ребенка по низкому риску, стандартному или высокому. И обратить внимание, что если это низкий риск, патолог говорит, что это опухоль низкого риска, и ребенок имеет первую стадию процесса, он дальше уже не будет получать никакого лечения. И наоборот, если это даже высокий, первая стадия, казалось бы, ограниченная опухоль, она не выходит за пределы капсулы почки, и это высокий риск, то ребенок должен получить достаточно интенсивное лечение актиномицин, инкристин и доксорубицин. Ну, а если это далеко зашедшие стадии и высокий риск, то это в корне другая очень интенсивная программа, которая сопровождается цитопениями со всеми вытекающими последствиями, с заместительным лечением, с инфекциями, с необходимостью использования ростовых факторов, то есть это уже серьезное лечение. Ну, вот так выглядит предоперационная актиномицин, инкристин, дозы, все те, которые приняты в СИОПе 93-го и 2001-го года, они все остаются такими же, то есть дозы не меняются, я имею в виду разовая. Значит, вот то, что я уже о чем начала говорить в первой лекции, теперь мы будем просить патологов еще измерять объем удаленной опухоли. Эти результаты, да, помимо всего прочего, помимо обливания чернилами и прочее, о чем вы будете рассказывать, вы теперь нам, мы будем очень просить, чтобы вы писали нам в заключении объем, не вес, объем, американцы используют вес, у них идет, значит, разделение, поскольку операция первая, 550 грамм, как бы, граница, больше и меньше, здесь речь идет об объеме, то есть три, три измерения опухоли и, так скажем, обозначение в миллилитрах, почему мы это будем просить. Это делала, повторяю, немецкая группа, у них это уже было введено в их вариант протокола, и они показали, что реакция вот на предоперационную химию, повторяю, за некоторым исключением, то есть объем, если это стромальные, эпителиальные опухоли, они могут не уменьшаться, и это тоже учитывается потом в послеоперационной химии, это я покажу, но все остальные, видите, достоверная разница в выживаемости больных, у которых объем опухоли был меньше 500 миллилитров или больше, повторяю, после предоперационной химии, поэтому патологам добавится еще одна строчка в заключениях, но, думаю, это не будет очень сложным, они все равно работают с линейкой. Вот послеоперационное лечение, то есть наибольшие изменения произойдут вот в этих рекомендациях послеоперационного лечения, вот за счет этой графы, где введен объем опухоли. Делается это для того, чтобы максимально уменьшить объем лечения тем детям, кому это не нужно, то есть не перелечивать. И я сказала еще об этом вот на послеоперационной программе, там опять же в 2001 году и в 93-м СИОПа, там послеоперационной химии проводилась в режиме рандомизации, то есть кому-то делали просто двумя препаратами актиномицина и венкристин, а кто-то из детей получал трехкомпонентное лечение, включая антрациклины, то есть доксорубицина. По прошествии нескольких лет стало понятно, что добавление докса, доксорубицина не дает ничего, то есть никакой статистически значимой, никакого статистически значимого увеличения цифр выживаемости больных не было, а доксорубицин для маленьких детей является достаточно кардиотоксичным и он был изъят, то есть на сегодняшний день доксорубицин добавляется исключительно в ситуациях, когда речь может идти о неблагоприятном прогнозе, то есть из стандартного лечения актиномицин изъят. Так вот, вот объем опухоли, видите, промежуточный риск с опухолью менее 500 миллилитров объема получает актиномицин, это просто разная продолжительность, актиномицин, то есть IV1 схема это четырехнедельная, такая же точно, как была предоперационная, актиномицин, то есть IV2 это 27 недель, это уже более длительное лечение, но тоже только двумя препаратами. Вот здесь лечение усилено, тот же промежуточный риск, такая же стадия, видите, она может быть первой стадией, но объем опухоли такой, то есть лечение уже усилено, но высокий риск вы видите, только первая стадия получает актиномицин и доксорубицин, остальные это вот тот самый высокий риск, та самая схема, о которой я уже говорила и сейчас которую покажу, плюс дети получают при третьей стадии заболевания, а третья стадия это не только выход за пределы почки, это инфильтрация околопочечной клетчатки, это инвазия лимфатических узлов, то есть вот то, что даже неувеличенные лимфатические узлы могут быть поражены опухолью, это явится показанием к проведению лучевого лечения у этого ребенка. Вот так выглядит схема для высокого риска. Видите, тут совсем другие препараты инкристин, карбоплатин, циклофосфан, доксорубицин. Повторяю, это достаточно изматывающая схема, то есть дети, в общем, они, конечно, переносят, но это требует уже достаточно интенсивных таких подходов. Для четвертой стадии заболевания, я уже касалась этого чуть-чуть. Здесь удлинение предоперационной химии и добавлением доксорубицина, то есть это IVD. Далее нефрактомия по тем же правилам и канонам, как для локализованных стадий. И очень быстро нужно решать вопрос с метастазами. Значит, если метастазы в легкие, чаще всего это легкие, печень реже, но это касается и печени, если метастазы ушли на предоперационной химии, то есть этот ребенок не нуждается в метастаз иктомии и далее он лечится по локализованной стадии в зависимости от, опять же, ответа патолога, по какой группе риска он должен лечиться. Если метастазы остаются, то желательно как можно скорее, может быть, с интервалом один-два блока химии, но сделайте это в ближайшем непосредственном будущем, сделать метастаз иктомию. Об этом тоже будет говорить Вячеслав Борисович. Это я просто говорю, что не нужно затягивать эту историю, и нам нужно будет, опять же, у патологов узнать четко, живые там эти метастазы опухолевые клетки есть или или нет, или это некроз или фиброз, и это тоже изменит судьбу ребенка по части необходимости использования лучевой на легкие, что тоже, в общем, не очень полезно для маленького ребенка, и это делать нужно только строго по имеющимся показаниям. Вот, и вот, соответственно, так же точно с печенью, то есть эти метастазы, если они есть, они должны быть удалены в ближайшем обозримом будущем. Значит, вот подход к лучевому лечению. Если мы говорим, что у ребенка третья стадия, она может быть ему выставлена, так скажем, по разным причинам. И вот, в частности, если это была наживая биопсия, у нас были такие истории, слава богу, их немного, когда в очень сомнительных случаях приходилось идти на живую биопсию, и мы это делали, то есть автоматически переводя ребенка в третью стадию, хотя послеоперационной стадии у него была вторая. То есть это было уже показанием к лучевым. некоторое наблюдение, вот я привела вам цитату из этой книжки, о которой я говорила в начале, что при благоприятной гистологии можно обойтись без облучения. Вот опыт, видите, у 16 больных не облученных в общем было, то есть это не стопроцентный рецидив, я к чему говорю, то есть это должно быть решение леча врача, потому что дети маленькие, иногда они требуют облучения под наркозом, то есть нужно взвесить все за и против. Опять же примат, какой тип гистологического имеет этот больной. Ну, здесь без вопросов, если макроскопически опухоль не смогла быть удалена полностью, то есть настолько распространенная, что остались неудаленные очаги, или удаление опухоли прошло по краю, то есть может быть хирург думал, что он удалил все, а патолог говорит, что есть опухолевые клетки в краях резидива, резекция, это значит нерадикальная операция, это абсолютно однозначно, этот ребенок должен облучать этот фланг брюшной полости из брюшинного пространства. Наличие метастазов лимфатических узлов без альтернативно показания лучевой и про краевую резекцию, когда речь идет о минимальном количестве опухолевых клеток, опять же, есть некий положительный опыт без облучения, но опять же, очень осторожно нужно к этому относиться, имея в виду, с каким гистологическим типом мы имеем дело. Если речь идет о стандартном риске, может быть, можно этого не делать, но если это что-то другое, промежуточный риск, а уж тем более высокий, то это однозначно подлежит облучению. Значит, планирование, ну, о лучевом лечении у нас будет тоже лекция, только хочу подчеркнуть, что планирование по первоначальному размеру опухоли облучаться должен весь позвоночник, то есть имеется ввиду поперечник, и стало это ясно лет через 15 после того, как начали облучать этих больных и думали, что минимизировать поле ребенку лучше и получить меньше объема, выяснилось, что если облучались не все позвонки в поперечнике, а только область пораженных лимфатических узлов параортальных, допустим, то у детей возникали чудовищные уродства сколиоз, потому что облученная часть не развивается, а не облученная растет согласно своим законам, и вот у детей излеченных от опухоли Вилмса отмечались совершенно чудовищные сколиозы, это американцы давным-давно показывали, поэтому это на сегодняшний день уже тоже опять же аксиома. Ну вот рекомендации во время облучения соблюдать некую диету мы можем рекомендовать, потому что у части детей возникают очень неприятные ощущения, боли в животе, рвота, тошнота и так далее, вот это вроде должно это все минимизировать. Облучение легких желательно проводить вместе с облучением ложа почки края во избежание будущего перекреста полей, потому что вот эта зона, она может попасть лучше, чтобы это было в одних руках одномоментно. Вот почему решить вопросы с метастазами в легкие и показаниям к лучевой нужно как можно скорее после нефректомии, чтобы решать вопросы облучения компактно совместно с облучением почки, вернее удаленной почки. Что касается очагов легких, еще один такой вопрос, который тоже в общем неоднозначно решен пока в протоколе 1993 года понятно, но и даже 2001 года четвертой стадии классической считалось наличие метастазов по рентгенограммам. Понятно, что когда вошла в практику компьютерная томография и мы стали ее использовать и стали видеть метастазы на КТ, которых не видно на рентгене, эта история известна, это может быть, и вот тогда проанализировать решили все-таки имеет, когда мы видим большой метастаз, больше сантиметра, он виден на рентгене, на КТ, это так называемые истинные метастазы, ни у кого не возникает сомнения, что это метастазы. Ну вот был введен такой термин КТ-онли, то есть только на КТ, на рентгене нет, а на КТ есть, то есть как бы он согласно протоколу и вроде как не четвертая стадия, да, вот, и лечили по локальной стадии. Ну вот показали, опять же, англичане, они по Сиоповскому протоколу лечили, что при нормальном, при нормальной рентгенографии, ну, помимо того, что эти узлы могут оказаться доброкачественными образованиями, и у нас такие ситуации были, мы начинаем ребенка лечить в виде изменения в легких, небольшие, да, но на КТ только, и потом подходит этап лефректомии, потом метастаз эктомии, и патолог дает, что это не некроз после метастаза, а просто какие-то фиброзные изменения. Чаще всего они никак не реагируют на предоперационное лечение, поэтому этот ребенок, конечно, то есть, вот, американцы посчитали, что, вот видите, четверть вот таких изменений, которые только на КТ мелкие, это вовсе и метастазы, почему все надо доказывать, почему патологи должны отвечать нам четко, с чем мы имеем дело. Так вот, англичане показали, что вот, что называется КТ-онли, видите, и вот этих, у них риск рецидива с метастазами в легких одинаков. Теперь пятая стадия опухоли Вилмса, то есть, когда мы имеем двусторонний процесс. Тут, конечно, достаточно сложно соблюдать все протокольные правила, потому что это всегда подход достаточно индивидуальный, потому что и степень поражения каждой почки и локализация очагов каждой почки могут быть достаточно индивидуальным. И, конечно, цель сохранить максимально здоровые почечные поренхемы, максимально соблюсти все законы радикальной хирургии, вот об органосохраняющих операциях, опять же, вам расскажет Вячеслав Борисович о всех возможностях, которые есть на сегодняшний день. Но в первую голову операция должна быть радикальной. Опухоль Вилмса относится к тем опухолям, когда частичные резекции, то есть нерадикальные операции смысла не имеют, потому что это стопроцентный рецидив. Поэтому или нефрактомия, все, что касается органосохраняющего лечения, это всегда очень индивидуальное решение. Опять же, мультидисциплинарные команды. Лечение начинается аналогично четвертой стадии заболевания, шестинедельный цикл без докса, турбицина, правда. Далее, значит, вопросы индивидуального решения или органосохраняющая операция как минимум на одной почке, и лечение начинается с наименее пораженной, с тем, чтобы получить в итоге работающую почку здоровую, без опухоли, чтобы дальше были развязаны руки, если понадобится делать нефрактомию наиболее пораженной почки. и в принципе лечение проводится все послеоперационное лечение проводится по локальной стадии и по наихудшей гистологии, то есть, если мы имеем в двух почках, а иногда это бывает разный тип, в одной стандартный риск, а в другой промежуточный, то мы должны лечить по промежуточному риску, то есть, по наихудшему, но если там высокий риск, тем более. могут быть ситуации, когда в одной почке классическая опухоль Вилмса, и патологи нам об этом говорят, а в другой нефробластоматоз, такое может быть. Попозже я покажу, когда в обеих, к сожалению, то есть, тоже и там, и там нефробластоматоз. Тоже подход, вы видите, тоже это все регламентировано, такие же 6 недель опять же решается вопрос о попытке оргадоса сохраняющего лечения, потому что мы имеем двусторонний процесс, но в одном он не столь злокачественный, решение во многом индивидуально. И опять же, лечение дальнейшее по локальной стадии и по наихудшей гистологии той опухоли Вилмса, которая есть. Это двусторонний нефробластоматоз. Нефробластоматоз это еще не опухоль Вилмса, это состояние, на фоне которого развитие опухоли Вилмса высоко вероятно. И это состояние, вот эта ткань, она тоже реагирует на химиотерапию, которая предложена для опухоли Вилмса. То есть, стандартом является использование кристина и актина медицина, но в гораздо менее интенсивном режиме, чем при опухоли Вилмса. И лечится это в течение года с интервалом там в 21 день. Теперь я чуть-чуть расскажу про наш опыт, потому что в общем я считаю, что у нас самые плохие вообще результаты. Графы мы докладывали, что протокол СИОП на самом деле выполним в наших условиях. И вот наш опыт за 15 лет у нас было 45 больных, 42 с односторонней опухоли Вилмса, 3 с билатеральной, вот медиана возраста, это классика. Вот аспирационная биопсия Ларис Анваровна мы делали в начале ее, именно вы нам давали ответы на то, что это опухоль Вилмса. Сейчас мы от этого отошли и делаем только, раньше делали всем, сейчас мы делаем только в сомнительных случаях, когда есть сомнения, когда есть основания все-таки подозревать, что это не опухоль Вилмса. И лечение проводится по протоколу 2001 года, но начали с 93-го. Для всей группы больных у нас общая в смысле бессобытийная выживаемость 82%, для односторонних опухолей 92%, то есть наши результаты вполне сопоставимы с европейским СИОПом. первая стадия тут мало больных совсем и вторая это 100%, все дети живы, ни у кого никакой почной недостаточности. Это третья и четвертая стадия. Это, конечно, требует улучшения. Если говорить по гистологическим вариантам, то группа высокого риска, конечно, она самая неблагоприятная, низкий риск, один на один ребенок был, промежуточный риск, мы с ним успешно справляемся, а вот с высоким надо что-то делать, и мы очень надеемся, что будет что-то предложено, но пока вот так. Это графическое исполнение того, что я вам уже сказала по группам, риска, это по стадиям, разница статистически достоверна, мы эти результаты докладывали, Людмила Игоревна ШАД сделала эти графики, анализировала на Европейском Конгрессе в прошлом году. Мы считаем, что это вполне достойно. Рецидивы, будем говорить о них дальше, завтра, но забегая вперед, говорю, в наших условиях они излечимы, но абсолютно, конечно, у нас их было, слава богу, мало, но видите, 20% только живы. Две смерти были связаны, одна хирургическая смерть не в нашем стационаре, ребенок был в полной ремиссии, а один на противорецидивном лечении, его проводится как раз этими препаратами для высокого риска, это то самое достаточно интенсивное лечение. Ну и выводы, я уже забегая вперед сказала, что я считаю, что протокол СИОП абсолютно выполним в специализированных детских онкологических учреждениях при мультидисциплинарном подходе специалистов, которые владеют темой. Это командная работа, разумеется, и необходимо объединяться с тем, чтобы найти, может быть, кому-то детям уменьшить лечение, которые имеют наиболее благоприятный прогноз, а для кого-то может быть усилить, и вот этого мы ждем от генетиков, от патологов, то есть вот какие-то такие вещи. Для этого необходимо, конечно, кооперативное исследование. Вот, ну, все участники процесса здесь есть, это мои коллеги. Опять же, отдельное спасибо патологам Рогачевского центра, которые нам дают быстрые, качественные ответы. Ну, и вам спасибо, что вы это все прослушали. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Маргарита Борисовна. Есть у кого-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. Рисанварна хочет спросить. У вас неблагоприятного варианта гистологического. Какой это был тип? Анаплазированный или бластемный? В смысле, как один? Высокий риск? Нет, не один. Не, не, что вы, не один. Не один? Нет, конечно. Ой, слушайте, ну сейчас я, конечно, ты понимаете, анаплазия, ведь у нас диффузная, да, только, ну я сейчас не вспомню, давай, у меня просто есть эти данные, я вам тогда скажу, да, потому что в основном это диффузная анаплазия, хотя американцы и фокальную анаплазию относят к неблагоприятной, но они это делают до предоперационной химии, у нас это истинный высокий риск после химии, но я вам скажу, у меня есть эти данные, да. Еще был вопрос? Добрый день, вопрос такой, вот по поводу химиотерапии и по поводу побочного действия венкристина и активной медицины, особенно интересует действие венкристина на периферическую нервную систему с развитием периферических нейропатий, миопатий и так далее, когда это проявляется и как сколь долго времени от начала лечения проявляется это побочное действие. Это первый и в пандан, если позвольте, второй. Вот по поводу активной медицины и угнетения со стороны костного мозга. Насколько часто и насколько хорошо у детей это подается коррекция? Спасибо. Значит, вообще реакция и проявление побочных действий химиопрепаратов это вообще индивидуально. Очень даже индивидуально. Есть дети, которые проходят вообще на ура и без цитопении даже, и без нейропатии, без порезов кишечника. Чем младше ребенок, тем крестиновые проблемы встречаются реже. У более старших это и у взрослых это самая большая проблема. Вот почему специально выделена даже тема опухоль у взрослых, потому что они плохо тянут именно крестин. Вы абсолютно правы со всеми перечисленными осложнениями. Кристин тут базовый препарат. Он просто сплошняком идет через все лечение. У детей связанные, то есть вот эти проблемы, которые вы перечислили, они могут быть, но они встречаются не так выраженно. Нас больше беспокоят крестиновые кишечные дела. У детей возникает порез кишечника. Иногда это бывают индивидуальные их особенности, когда ребенок в принципе иногда приходят дети, у которых стул и до болезни был через день. И когда мы даем крестин, у него возникают проблемы эти, и это все усиливается. То есть это одна из проблем. И боремся мы всеми нейрологическими способами, включая зерин, потому что мы обязаны добиться стула, и мы тогда проводим продолжение лечения. То есть такие крайние случаи тоже у нас встречаются. Что касается актиномицина, основная его проблема это гепатотоксичность, вплоть до веноокклюзионной болезни, слава богу, это встречается крайне-крайне редко, но он в отличие от венкристина милотоксичен. Иногда цитопении, то есть дети иногда роняют лейкоциты до менее единицы. Специальная коррекция это не требует, но если мы должны соблюдать тайминг, и мы должны в зависимости на каком этапе лечения цитопения случилось, то мы иногда имеем возможность, а если это еще наслоилась какая-то инфекция и у ребенка не дай бог сепсис, то конечно мы используем колоннестимулирующий фактор с тем, чтобы поднять уровень лейкоцитов. Это случается совсем не у каждого ребенка, но это может быть. Я повторяю, это очень-очень индивидуально. Они могут лихорадить на введение цитостатиков, в том числе на венкристин, на актиномицин. Мы иногда используем для примедикации стетостероидной гаммоны, зная, что вот этот ребенок может так неблагоприятно реагировать. Еще есть вопросы у кого-нибудь? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, больные, правильно я понимаю, что больные с низким риском, которые ходят в группу низкого риска с первой стадии заболевания им не проводятся после операции химиотерапия. Если бы мы знали об этом, об их стадии, о том, что они подходят в группу низкого риска, можно было бы им не проводить дооперационную полихимиотерапию. И если можно, то почему тогда нецелесообразно всем больным деткам делать аспирационную биопсию перед операцией, перед проведением лечения? Спасибо. Я тогда должна еще раз подчеркнуть вам, что стадирование делает патолог после предоперационной химии. То есть мы вначале имеем опухоль, и если она уменьшилась, отреагировала на химию и приобрела стандартную гистологию, то есть низкого риска, и стадию свою, может быть, из второй перевела в первую, то есть идет очень хороший ответ на предоперационную химию, только это благодаря ей ребенок поимел сейчас первую стадию стандартного риска, благодаря предоперационной химии. Поэтому мы ее делаем, и благодаря этому дальше ребенок не будет получать ничего, имея благоприятную гистологию и первую стадию заболевания. Еще есть вопросы? Тогда у меня такой вопрос из нашей действительности. Я думаю, что вы время от времени сталкиваетесь с детьми, которые где-то прооперировали, и заключение патолога не дает вам всей необходимой информации для стадирования. Как вы поступаете в таких ситуациях? Вот это самый больной вопрос, конечно, потому что мы должны ориентироваться только на письма, так скажем, то есть на эти эпикризы. К сожалению, вынуждены ошибаться, если мы ошибаемся, в пользу ребенка, то есть увеличение личного лечения. Если мы видим протокол операции, где описаны увеличенные лимфатические узлы, к сожалению, которые могут быть и не поражены опухолью, могут иметь просто гиперплазию, но если мы не имеем следов того, что в них есть, мы не знаем, то есть должны ориентироваться на, так скажем, опять же, описание хирурга, что он макроскопически убрал все, а если опухоль была большая, мы имеем какие-то, значит, на этот счет сомнения, мы имеем картинки КТ, КТ, МРТ, распространенные опухоли, то, увы, мы должны увеличить стадию до той, когда это будет безопасно в будущем. И, как правило, эти гистологические заключения имеют под собой анализ только части опухоли, что называется, когда раньше, когда мы тут работали, приглашали хирург на вырезку. Это вот термин, который был принят в этих стенах, и когда хирург приходил, тыкал пальцем, вот мне здесь, вот мне здесь, вот мне здесь. И вот это был ответ патолога оттуда. Как вы понимаете, это абсолютно неполноценный ответ для опухоли Вилмса. Вы будете рассказывать о том, как опухоль Вилмса должна быть исследована в лаборатории патологии, чтобы дать клиницисту истинную информацию.